У меня нет ощущений победы, потому что, наверное, когда чувствуешь, что соперник меньше тебя значительно много, хотел бы я с ним в первом раунде поработать, думал, ну дам поработать, но я понимаю, что в голове у меня настрой такой, что я замыкаюсь и понимаю, что надо побеждать как можно быстрее любого. А мне от этого некомфортно, то, что соперник слишком легче, слабее меня по кондициям. То есть когда в первой части, когда в маунт вышел, сразу, получается, уже контроль взял? Да, я локтями не хотел его бить, когда в маунте сидел, пытался его там задушить, потом подняли почему-то спарту, ну ладно, локтями не хотел бить, потому что, ну, не хотел. Подожди, я разговариваю, тормози. Я тебя хвалю и так, ты красавчик. Вот, а так, могу сказать так же про него, что он, как и говорил, из деревни прорвался, но мне некомфортно с такими соперниками драться, оппозиция слишком не по моему уровню и морально я себя не очень. Вот по моему настроению, видите, что я не особо рад, вот, поэтому вкуса победы здесь нет. А вот то, что в разнице в килограммах у вас было, ощутимо, видно было, что... Ощутимо было, видно и чувствовалось, и в голове у меня это тоже вот, что не дает мне вкус победы, потому что, ну, большая разница, но мисс матч, да. А не дает вкуса удовлетворения тот факт, что наказал человека за то, что много себе, скажем так, позволял до боя? Я не палач, чтобы кого-то наказывать, и, как бы так, я выхожу драться, и меня никогда не испытывал своим соперником какой-то злости, агрессии, даже там какой-то трешток они делают шуточный. Как говорил еще, как я, бля, короче, я не палач, все нормально, вот, я вообще добрый человек, просто надо люблю драться. Какого уровня должны быть соперники, чтобы ты почувствовал вкус победы? У меня 14 побед, я дрался с мастерами спорта по самбо, по боевому самбо, с мастерами спорта по боксу. Вот такие соперники, еще мой весовой, когда дрался, вот это я чувствую вкус победы. Когда они и моего веса, и они мастера либо по самбо, Артем Тарасов, Марат Иса... Ну, я могу всех перечитать, большой список его побеждал, где я чувствовал вкус победы. Извини, пожалуйста, а вот после победы над АЕ, чувствовал ли ты вкус победы, учитывая, что он был, ну, откровенно в худшей форме, может быть? Вкус победы от АЕ испытывал, он не был в худшей форме, если вы посмотрите бой с Ершом, вот его бой в худшей форме. Передо мной он подрался с Датсиком, и вот этот промежуток у него был, где он находился в лучшей форме, он дрался с Артемом Тарасовым, дрался с Датсиком, и вот со мной он был из них самая лучшая форма. После меня все пошло, да, я вкус победы чувствовал, потому что он сделал местотрясение, у меня первый раз после боя делали уколы, после АЕ, вот, в ногу сделали укол, и гола кружилась, да, чувствовал вкус победы, и все мои соперники, можно сказать, тоже чувствовал вкус победы. Ты на подкасте у Ким Чи сказала, что реванш с АЕ не хочешь, а почему? Ну, просто без объяснения причины, вот так, нормально, кстати. А стоит ли ему вообще продолжать карьеру, как ты думаешь? Я думаю, ему самому виднее, что ему стоит делать, что не стоит делать, в любом случае, если посмотреть на него, вот он как сейчас, в который раз составляется, там, ну, грубо говоря, не бухает, там, есть у него мотивация хотя бы тренироваться, ну, а что лучше, он будет просто не тренироваться, бухать, и кому от этого будет лучше, пусть хотя бы так вот, что делает, и все. Он сейчас будет драться с Дациком, тебе не кажется, что это рановато как-то? Честно говоря, мне уже ничего не кажется. Батн, что не АЕ. Да, вот. Не знаю, пусть лучше дерется, пусть занимается, чем вот, ну, пухает. А кто там осуждает его, ну, что, осуждает его, имеется в виду, за бои, то, что он там дерется, да ему по кайфу драться, пусть он дерется, его жизнь. Недавно была история, что Мелстрой предлагает 50 миллионов кому-то за бой с Томаевым, ты готов подраться с Томаевым? Я думаю, даже ты, держа эту камеру, сейчас снимая меня, готов за 50 миллионов подраться, даже не зная своего соперника, разве нет? Ну, да. Ну, ты давно, по-моему, ты вообще веришь в цифры 50 миллионов за бой? Когда это говорит Мелстрой, надо заметить. Ну, да, смотря, кто говорит. Когда кто-то говорит, у кого есть такие деньги, верю в цифры, у него есть такие цифры, как мы это видим из интернета. Томаев сказал, что ему никто не интересен, кроме Джейка и Логана Пола. Как думаешь, интересен ли Томаев им? Ну, Томаев может сделать, наверное, то, за что он будет интересен, там, за океаном, почему нет. Сейчас, может, неинтересен, а потом что-то сотворит какую-нибудь мировую историю. Как, в принципе, с Хазбиком, уже он сотворил мировую историю. Я думаю, рано или поздно каждый из нас может быть интересен кому угодно, кому мы сами захотим. Слушай, а вот касаемо Томаева, если все-таки этот бой состоится, и 50 миллионов ему заплатят, насколько это, как ты думаешь, смутит спортсменов, которые выступают на более высоком уровне, но не получают таких денег? Как ты думаешь, насколько этот рынок может сколокнуть? Хороший вопрос. Я, на самом деле, часто вижу, как бойцы хейтят попу ММА, критикуют за трэш-ток, за и тому подобное. Вот если был бы, хотя бы какой-то боец рядом здесь, я бы с ним подискусировал на эту тему, потому что мне есть, что ему сказать, любому бойцу, кто будет хейтить попу ММА. Не из попу ММА, боец. Да, который именно хейтит попу ММА, потому что там грязь, трэш-ток и тому подобное. Я просто сейчас не хочу распространяться, но хейтить много, как бы, делов не надо. Всегда можно кого-то обосрать, поливать говном или какую-то индустрию. Как ни крути, это спорт. Люди зарабатывают, люди это смотрят, людям это нравится. А то, что профессиональные бойцы зарабатывают меньше, их тоже можно понять. Они всю жизнь спашут, потом приходят, откуда ни возьмись, и зарабатывают больше. Но это мир, мир эволюционирует. Если взять 15-20 лет назад, вообще не было интернета, ютуба, и не было блогеров, которые могут зарабатывать на этом. Кто знает, что будет через 10-15 лет? Может, через 15-10 лет будут смотреть в прошлое и говорить, офигеть, как вы там жили, да? Эволюция происходит, поэтому раньше не зарабатывали, сейчас зарабатывают. Заявка на хороший подкаст, мне кажется. Рядка, Валентина, против бойца ММА я не обсуждаю. Бойца ИСЕ, потому что они частенько, да, этот? Я смотрю, бойцы ИСЕ часто хейтят, да? Такие здоровые, кинг-конги, кинг-конги такие. Ну, я не хочу, что внутри них находится, я же не брал экспертизу, но не им точно говорить за что-то там, когда они у них рука, как в мое тело. Как интересно, если они в UFC, если планируется, кто-то из них планирует попадать, как они вот, вот у них рука, как в мое тело, как они в UFC планируют попадать. Поэтому те, кто говорят, пусть говорят. Я бы с ними пообщался. Так чисто в рамке подкаста, а так особо интереса нет, если не спросят. Спасибо.